Узор выполняется частичным вязанием. Полотно. Разбор петель 6, 2 в заднем положении, 6 игл работают, 2 в заднем положении. Таким образом оформляем весь петельный ряд. Включаем частичное вязание и начинаем оформление частичных рядочков. Все иглы ставите в переднее положение. Кроме первого блока из трех игл, блок 3 иглы. И на трех иглах начинаем провязывать ряды. На крайних петлях мы провязываем по 4 ряда. Потом ставим в работу второй блок из трех игл. Пятый ряд. Первые иглы в переднее положение. И провязываем на полотно только на трех иглах. Раз, два, три, четыре, пять. Вводим в работу второе полотно. Шесть. Выводим первый блок. Раз, два, три, четыре, пять. Вводим в работу второй блок. Шесть. Выводим. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Раз, два, три, четыре. Закончили. Два трехугольных декера. И начинаем формировать новые блоки. Блок 6 игл. То есть коса 3х3. Берем первую тройку и вторую тройку. И перевиваем их между собой, но так, чтобы между ними уже не осталось петли. Ставим их рядышком. Второй блок. Между ними было две иглы пустых. Сейчас не должно остаться ни одной. Третья часть. Шесть рядов на всех, всех играх. И начинаем все то же самое. Ставим частичное вязание. Все иглы в переднее положение, кроме первого блока. На первом блоке провязываем четыре ряда. Вторая часть. Переходим. Три, четыре. Закончили. И перевиваем их между собой. Меняем местами. Берем два трехугольных текера. И перевиваем. Первую. На одну иглу. Вторую. Вторую. Третью. Меняем местами. Так, чтобы между иглами образовался новый разрыв. Две иглы. Между петлями образовался разрыв. Две иглы. Новые блоки формируются и выполняется достаточно объемное, мощное перевитие. Поскольку у нас провязаны отдельные детали по шесть рядов, они очень легко перевиваются и переносятся на разные стороны.